Я председатель Московского комитета экологии жилища Петухова Алла Яковлевна. Мы занимаемся более 20 лет, мы занимаемся тем, что помогаем людям как можем. То есть мы даем информацию о том, что это оружие существует, что нужно как-то с ним бороться. Но борьба с этим оружием не получается. Почему? Значит, наши силовые структуры, ни одна силовая структура не хочет этим делом заниматься. Когда заявления идут на нашего президента Путина, они отписывают это Министерству внутренних дел. Что делает Министерство внутренних дел? Вместо того, чтобы проводить замеры, у них есть управление К. Значит, они спускают все на участкового. Что такое участковый? Мы знаем, мы даже не знаем, какое образование он имеет. Не то, что может он владеть приборами для замеров тех или иных излучений. Значит, какие виды излучения применяются? Это ультразвук, инфразвук, СВЧ, КВЧ и низкие частоты. Значит, зависимо от того, какие виды частот применяют. Причем, значит, используются. Если раньше немцы использовали концлагеря, то сейчас используются квартиры. Люди в своих квартирах не находят себе места. Вот. Их облучают, их уничтожают. На флешку мы записали то, что делают с людьми. Это ожоги, гематомы, это порезы. Вот. Значит, ну, понимаете, я вам скажу, вот идет луч. И он раз черкнул, и он через все ваше тело вот прям оставил этот самый след. Это вот вам порез. Вы знаете, он не совсем ожоговый. Ожог – это ожог. А это вот, ну, как, ну, именно порез. Значит, значит, ультразвуковое, вот сейчас говорят, что много, это самое, взрывы в подъездах. Почему они происходят? Да потому что используют, ну, вот эти самые, ставят на трубы, на трубы. Ставят ультразвук. Ультразвук раскачивает трубы. И тут же проходят трубы газа. Начинается утечка газа. Кто-то приходит, черкнул, и все, и, и, и получается огромный взрыв. Значит, об этом умалчивают. Какие-то замеры вы найдете на приборы у вас? Значит, есть у нас приборы, замеры мы делаем. Какие? Как, какие? Электромагнитного излучения, электрических полей. Значит, я вам могу сказать, я говорю вам, что излучения бывают, я вам сказала, какие. От этих излучений, значит, бывают ожоги, порезы, гематомы. Значит, все это фиксируется. Мы стараемся людям сказать, ребята, фотографируйте. Это ваше доказательство. Значит, приборы мы столкнулись вот с какими вещами. Значит, делали мы замеры у одного человека. И нам сказали, а у вас приборы не сертифицированы. Да, у нас приборы не прошли проверку. Но если вы такие умные, значит, докажите, что мы не правы. Приезжайте со своими приборами и докажите, что наши приборы негодны. Но они этого не сделали. Просто отмахнулись и все. Это МВД наше знаменитое. Это наша полиция. Значит, у нас в нашей стране не работает ни полиция, ни прокуратура, нет ни судов. И гражданам обращаться некуда. Все обращаются к нам. А мы что можем делать? Мы написали прямо чайки, письмо. Мы общественная организация. Мы не силовая структура. Мы не можем помочь людям оградить их от этих видов излучений. Но воз и ныне ты. Воз и ныне там. Значит, облучение людей ведется. Вот я покажу. Вот смотрите. Значит, все излучения проходят сквозь стены спокойненько. Могут с соседних квартир вас облучать. Могут облучать со зданий напротив. Ну... Значит, я вам скажу. Защиты пока мы не нашли. Сколько мы спрашивали, сколько мы узнавали. Значит, единственное мы... Могу вам сказать, что от СВЧ не любят воды. Если вы чувствуете, что вас жгут сильно, на мокрую тряпку и на то место, куда вас жгут. Это голова, там тело. Вот все. Все, что мы можем сказать. Дальше. Значит, от этого самого ультразвука применяются мягкие. Это поролон резина. То есть она не может пробить. Ультразвук не пробивает такие. Она не пробивает железо, там твердые эти самые. То есть железо пробивает, а поролон нет? Нет, нет. То есть, понимаете, тут уже когда начинают... Дело все в том, что вот спрашивают о защите. Ведь если вас облучают сверху, у них там несколько видов стоит излучателей. У них там и ультразвуковые излучители, и СВЧ. Она включила, ага, и СВЧ у ней не пошло. Она тут же переходит на ультразвук, инфразвук. И вас все равно достанет. Значит... Сверху этажом выше, сбоку, снизу, по-разному. Где они найдут квартиру? Когда берут человека, они начинают тут же искать квартиру соседей. Кто из соседей пойдет на это дело? Значит, находят. Это с их согласия? С согласия соседей делают? Да с какого согласия? Этим соседям платят, а не продажные люди. Что говорить о них? А цель какая? Цель какая? Это, значит, манипуляция людьми. Зомбирование и манипуляция людьми. Что такое зомбированный человек? Его можно заставить все, что угодно сделать. Это террористы. Это... Вот, надо, например, там... Кого-то оболгать или что. Он это все спокойно сделает. Понимаете? А тот, кто им манипулирует, он остается в тени. И его не видно, и никто не знает. А знает только этого зомбированного человека. Так, слушай. Значит, дом двухэтажный находится в 50 метрах от железной дороги. Там напряжение 3300 вольт. Рядом стоит вышка 15 метров. Вышка огромная. Другие 15 метров. Еще одна вышка. То есть, завозили оборудование вот такое по 17 вот таких коробок. Все это вешается сверху. Значит, при всем нашем напряжении и в распотребный отзор не приходят, ничего не проверяют. Видимо, еще раз. Надо писать, писать и писать. Потому что подобных вышек очень много. В ПДК нигде не стоит размер до жилого помещения. Это вообще настолько возбудительно. Ну, вы сейчас вопрос задаете или выступаете? Нет, я дополняю. И все, 10 минут. Вы знаете, я вам могу сказать, что да, мы зафиксировали целые раковые дома. Значит, это делалось специально. Это опыты над людьми. И дело, и наше правительство прекрасно об этом знает. Поэтому вы никого не вызовите и не заставите их принимать какое-то решение. Прикорняются военные заказы, заказы властных, силовых структур, в том числе и криминальных. Это научный бизнес, где он делается на мирных гражданах, без их ведома и согласия. Мишени для отработки оружия и бесплатный материал для проведения опытов превратил этих людей в целевых людей, узников современного мирового концлагеря. Значит, дело все в том, что это не только в нашей стране. Значит, наш комитет известный во всем мире. Нас приглашали в Брюссель. Там проходила международная конференция против этого оружия. Нас приглашали в Берлин. Нас тоже там? Да. Еще лучше. Да. Сейчас, значит, что мы сделали? Мы, значит, все это поняли. Мы выпустили проект Конвенции о запрете излучающего оружия. Направили генеральному секретарю ООН. Значит, нас пригласили в ООН, в Женеву. Но не знаем, удастся нам туда поехать или нет. Все связано с деньгами, все не так просто. Значит, что можем, мы делаем. Ну, я вам говорю, что это все трудно, потому что все силовые структуры не на нашей стороне. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Женевнер Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент МИСИС, институт сталии сплава, международный эксперт по трансляционной медицине. Преедущий докладчик поднял, но затронул один интересный вопрос. О биологизированном излучении электромагнитного поля. То есть, участвуют все обеспокоенные вопросом обеспечения электромагнитной безопасности населения. Но дело-то в чем, что структура биологического поля, электромагнитного, в которой обменяется биологическая система, является весьма специфической. Построена она по принципу строения ДНК. То есть, идет спираль высокого порядка. И поэтому, если мы сейчас будем замерять уровень электромагнитного поля, например, здесь, мы можем замерить обыкновенное электромагнитное поле. Мы можем замерить уровень электромагнитного сигнала, написать всякие там руководства, санк-пиновские нормы, прописать и все такое. Но когда мы берем, например, тот же самый телефон, или телевизор, или компьютер, там надо мерить другое поле, биологезенную структуру. То есть, спирализованную структуру. Мы вот такие, да. И поэтому, а как она действует на человека, хоть она слабая и по энергетике, но она действует очень сильно. И поэтому, например, то же самое, ну, когда вы помните, были телевизоры, электронно-лучевые трубки, они страшно формили, компьютеры, дисплеи, электронно-лучевые. Самое страшное излучение, то идет то, которое идет нелинейное, спирализованное. То есть, в данном случае, например, в случае смартфона, идет преобразование на экране, на лиминофоре. Вот это самая страшная вещь. Мы, когда работали в Академии наук и в Федеральном медико-биофизическом центре, мы научились такие излучения и воспроизводить, и регистрировать, и оценивать степень их воздействия на организм. И когда вы, например, прийти с обыкновенным электромагнитным прибором и замерять уровень электромагнитных сигналов на перепромещении, от этого толку мало. Можем замерить обыкновенный электромагнитный сигнал, сказать, да, там, столько-то вольт на метр, и это будет плохо, это нехорошо. А другой сигнал-то мы не ловим. Тот самый опасный. Мы, когда проводили в истории биофизики, такие вот опыты, заходили в камеры Фарадея, это два этажа под землей, металлические стены и так далее, так, оставляя этот прибор, наш прибор, который передает электромагнитное излучение, спирализованный. Мощность его несколько милливатт. И она спокойно работает сквозь камеры Фарадея. Дальше мы проводили свои эксперименты, вот и, ну и проводили регулярно, так, и на этой неделе проводили. Мы можем воздействовать слабым электромагнитным сигналом, слабым датчиком, несколько милливатт, работать в пределах Земли, передавать информацию. Другая структура поля. И когда, если мы хотим поставить задачу электромагнитной безопасности населения, борьбы с психотронным воздействием и так далее, нельзя эту задачу решить, не имея средств контроля и регистрации. Нельзя. Вот это самый основной фактор. И поэтому, когда люди начинают говорить, вышки мешают, плохо воздействуют, вышки, мобильные связи и так далее. Останкино тоже плохо воздействуют. Мы работаем в телецентре Останкино. Там самое страшное не это, не уровень электромагнитного сигнала, а его структура, когда идет сигнал с высокой частоты, и модулирует сигнал в низкой частоте. То есть, звуковая частота, видеочастота. Это самая страшная вещь. Самая страшная, это микшерная комната в Останкино, а не то излучение, которое идет с передатчиком. Потому что это излучение биологизировано. И вот это, на это надо обращать внимание. И когда мы говорим о том, что надо, необходимо, там бороться с различными видами воздействий. С экрана идет воздействие на человека, психотронное, да? Датчики стоят, передатчики стоят в отдельных местах Москвы и так далее. Надо уметь это регистрировать. Иначе любая борьба, любые вот эти заявления останутся просто пустыми словами. И когда мы говорим о том же самом предыдущем докладчик говорил о фоле, приборе фоле, он хороший прибор в своей области применения. Но когда мы, например, на человека воздействуем излучением более высокого порядка, его ДНК, прибор фоле вообще ничего не показывает. То есть мы человека накачиваем энергетически, приборы показывают, которые работают с кардиологией, показывают увеличение резкой энергии, энергопотенциала и так далее, все хорошо. А прибор фоле показывает, что человек умирает. Потому что он с другим излучением работает, с другой структурой. Не потому что прибор плохой, а просто для каждого случая надо использовать свой прибор. И когда, если мы хотим решать задачи электромагнитной безопасности, защиты от вредных воздействий, от зомбирующих, от психотронных, надо переходить на другую аппаратуру, используя другой вид сигнала. И вот когда мы, например, ну, в качестве пея могу показать, мы ловим излучение камня. Ну, камень, представляете, сколько он излучает? Мизер, да? Вот. Сверхчувствительная аппаратура. Рядом стоит электросварка, соленоиды стоят мощные. Ну, в цеху это делали, да? Это помехи сумасшедшие. Любой аппаратурой, видите, история. А это не трогает нашу аппаратуру. Почему? Она работает в другой структуре, другая структуре, терморитового сигнала, ортогонально. Все такое струнное в биологии. Сигналы, ссоренные спирализации, становятся взаимно-ортогональными. Поэтому аппаратуры биологические, вообще человек, как пример биологического излучения, как любой биологический объект, он принимает структуру биологических волн, но не реагирует на обыкновенный электромагнитный сигнал, который идет в электростанции и так далее. Поэтому, а мы меряем только самый примитивный вид сигнала. А самый тонкий, биологический, и тот, который оказывает действительно серьезное влияние на человека, вообще смотреть не хотим. И все об этом дружно молчат. Я просто говорю из своего пустого опыта. Мы делали много экспериментов и так далее. У нас и заключения медицинские есть и так далее. Но никуда это дело не идет, дальше разговоры. Потому что это надо делать именно на уровне законодательной. То есть, признать науке надо о том, что существуют поля, электромагнитные поля, которым обменяются биологические объекты. Доказывается, это за один день это можно показать любой комиссии. И надо на них уже, на структуру этих полей, настраивать электромагнитную аппаратуру, заменять теорию электрогритных сигналов. А без этого никуда вы не ничего у нас не получится. Вот то, что я хотел сказать. А по поводу искусственного интеллекта надо иметь в виду о том, что когда развиваем искусственный интеллект, развиваем технику и так далее, мы идем в яму. У человека сейчас осталось 2-3% мозга одновременно работающих на себя. Это же вообще инвалиды уже. Оставь, да? Голова не работает. А если взять вычислительную технику всего земного шара, объединить в единый комплекс, получится устройство, равное по интеллекту вирусу, даже не клетке, а вирусу. И когда мы делаем цифровизацию, хотим на него, на эту цифровизацию, на эту мотивацию переложить решение задач управления человеком, вы представляете, все земного шара будет управлять существо вируса, интеллектом вируса. Козырь все время доказал, что сейчас у современного человека разума меньше, чем в колонии бактерий. Уже дошли дальше некуда. И нам надо не думать о том, что народ сберегает. По идее, такой народ сберегать-то не надо. Надо восстанавливать народ. Восстанавливать созданность по высшему образу и подобию. Вот это надо делать. А если вы это сделаете, вам тогда и вот эти электромагнитные поля, и остальные вот эти, скажем, психологические обработки не страшны будут. потому что, если человек умеет собой управлять, он собой управляет и температурой тела. Человек может при 40 градусах тепло изгон и из холода получать. У человека колоссальные возможности. А мы стараемся изменить технократии. Это будет никуда. И надо поднимать вопрос, если мы хотим сберечь народ, разберегать самого человека и внутреннюю сущность. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо большое. Сказать о новых видах и способах совершения преступлений, что именно по этой теме мы сегодня с вами и пообщаемся. Психотронное насилие над личностью осуществляется оружием, запрещенным статьей 6 Федерального закона об оружии, то есть оружием и иными предметами, поражающие действия которых основаны на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов, а также электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения, выходные параметры которых превышают величины, установленные законодательством Российской Федерации. Преступники используют несогласованность федерального законодательства и отсутствие специальной уголовной ответственности за применение данных видов оружия. Более того, психотронное насилие на личность сопровождается чипированием, и новыми видами воздействий на психологию жертв преступлений, которые определяются и новыми терминами. Так, в связи с психотронным насилием над личностью в России появилась разновидность криминальных действий, определяемая малоизвестным термином харассмент. Харассмент это доказательство, это домогательство, причиняющее неудобство или вред поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица. Такое поведение может заключаться в прямых или косвенных словесных оскорблениях, угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых шутках, нежелательных письмах, телефонных звонках, оскорбительных или унизительных фотографиях и иных подобных действий. Представляется обоснованным и термин технология присоединения к биополю человека, термин биохакинг, термин присоединенческий паразит. Данную терминологию используют в последние годы активно в своих выступлениях Тимофеева Светлана Юрьевна в связи с совершением в отношении нее серии тяжких преступлений. Еще один термин кодирование при психотронной обработке. В чем его суть? Психотронное кодирование это приобретение рецепиентам, то есть пострадавшим, устойчивого рефлекса и устойчивых физических реакций на энергетические импульсы, передаваемые через высокочастотное электромагнитное поле. Следует отметить, что кодирование физиологических болевых реакций и функциональных расстройств более свойственны технологии психотеррора. Психотронным воздействием может быть и аудио или видеовнушение, то есть когда на какую-то приятную для объекта мелодию накладывается неоднократно проговариваемый текст с замедлением в 10-15 раз. Сознанием такой текст не воспринимается, а подсознание улавливает его и передает мозгу информацию как свою собственную. Такие же способы осуществляются и с трансляцией видео, заставляя на подсознательном уровне любить или ненавидеть испытывать иные чувства. Среди используемых для этого технологий короткие и ультракороткие волны, на которых осуществляется теле- и радиовещание, мобильная связь, а также инфразвуковые волны и иные разработки. Инфразвуковые волны влияют на колебания человеческого мозга и могут выводить человеческую психику из равновесия, что также нередко приводит к совершению преступления. В качестве психотронного оружия может быть использован и ультразвук, который способен разрушить память, причинить смерть. Торсионное психотронное оружие используется для дистанционного облучения, может влиять на здоровье человека, изменять его мысли, характер, наклонности, внушать ему волю на определенные действия и даже преобразить человека, действуя на информационную систему его ДНК. В 70-х годах известно о так называемом эффекте радиослышимости, СВЧ-излучателей малой мощности, который заключается в том, что люди, находившиеся в мощном торсионном поле, начинали слышать внутренние голоса, музыку и другие звуки. Психотронное воздействие на личность осуществляется и путем применения разнообразных звуков, как и отмечено было выше. Такое психоактивное оружие получило название «звуковые наркотики». Примерно в 2006 году была создана программа «Айдозер», позволяющая прослушивать аудиофайлы определенного содержания. Как правило, это были звуки, которые вызывали состояние эйфории, подобное тому, которое достигалось после употребления настоящих наркотических препаратов. Более известный термин и, соответственно, криминальное явление это гангсталкинг. Под гангсталкингом понимается групповое преследование жертвы с круглосуточной слежкой и системой тотального контроля с применением новых технологий психического и морального террора для разрушения жизни и уничтожения жертвы без физического воздействия, доведения ее до финансового краха, разрушения личной и общественной жизни. Сталкеры подкарауливают своих жертв у подъездов, на пешеходных переходах, около автостоянок, то есть они используют узкие места, где жертва будет наиболее приближена к сталкеру. Сталкеры пользуются также системой ГЛОНАСС, в частности для сопровождения своей жертвы. Принцип действия системы ГЛОНАСС в криминальных целях бывает и иным, то есть со спутника лазером посылаются световые импульсы, модулированный сигнал зашифрованным сообщением в мозг человека. Сихотронное воздействие с использованием системы ГЛОНАСС используется и на определенные социальные группы или организации в определенном территориальном электромагнитном поле. У пострадавших постепенно появляются такие явления, как временная потеря памяти, рассеянность внимания, снижение интеллектуальной активности. Относительно групп людей, на которых направлено все воздействие, следует отметить следующую тенденцию. Все больше общественных организаций берутся под психотронную обработку. В последние годы жестоко терроризируется ряд членов Московского комитета экологии жилища, члены Международного суда матерей. Для борьбы с такими явлениями создаются новые общественные структуры, например, общественный фонд антитеррор, антихакер от ПО ВИТОСФЕРА в городе Челябинске. Еще один новый термин – раковый терроризм. Как говорят эксперты, знание ДНК-кода позволяет выработать онкоген человека. Сегодняшнее раковое, а проще говоря биотехнологическое оружие, работающее на расстоянии, как отмечают например латиноамериканские лидеры, решают многие проблемы. Раковый терроризм провоцирует так называемые психотронные генераторы, которые создаются для воздействия на мозг человека с целью изменения его психофизического состояния. Подвергая человека облучению волнами определенной частоты всего лишь с целью изменения его поведения, в качестве побочного эффекта у него могут развиться злокачественные опухоли. Кроме этого, создание смертельных технологий в секретных лабораториях и многочисленных корпорациях позволили превратить жилье законопослушных граждан в экспериментальные площадки, а самих людей в подопытный биоматериал. Так как все перечисленные тенденции современной преступности указывают на необходимость изменений и уточнения действующего уголовного законодательства, и так как законодатель до настоящего времени не закрепил уголовные наказания за рассмотренные деяния, инициативной группой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации были направлены законопроекты с обоснованием целесообразности установить уголовную ответственность, которую следует отразить следующим образом. Необходимо дополнить часть 2 ст. 105 этого умышленного убийства квалифицирующим признаком, таким как применение оружия, поражающего излучением. Следует дополнить Уголовный Кодекс Российской Федерации такими статьями, как 221 прим, прим-1 применение запрещенных обороту электромагнитных и инфразвуковых, ультразвуковых или иных других видов излучателей с целью причинения вреда. Статья 221 прим-2 незаконное обращение запрещенными к обороту электромагнитными инфразвуковыми, ультразвуковыми и иными видами излучателей или носителей информации по их изготовлению или применению. ст. 221 прим-3 незаконное изготовление излучателей запрещенных к обороту. Статья 221 прим-4 хищение вымогательств либо вымогательств электромагнитных инфразвуковых, ультразвуковых или других видов излучателей запрещенных к обороту. Статья 221 прим-5 незаконное применение специальных технических устройств, программ по кодированию или препаратов с целью управления психикой Knowing ст. 221 прим-6 незаконное разработка производства приобретения хранения перевозка передачи сбыт специальных технических устройств программ по кодированию или препаратов предназначенных для управления психофизиологическим состоянием человека. Статью 355 прим-1 разработка производства приобретения хранения перевозка передачи сбыт электромагнитных инфразвуковых ультразвуковых и иных видов излучателей предназначенных для применения в качестве оружия массового поражения. Статьей 356.1. Применение электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых или других видов подключателей в качестве оружия массового поражения. В настоящее время перечислены законопроекты, направленные в Государственную Думу и были зарегистрированы 6 декабря 2018 года. Если меня услышит Государственная Дума, то регистрационный номер 2.8-15-187-147 и второй регистрационный номер 2.8-15-187-155. До сих пор ответов из Государственной Думы не последовало. То есть где эти законопроекты, рассматриваются они, или ведется ли по ним какая-либо работа, неизвестно. Необходимо также принятие отдельного закона на федеральном уровне о психофизической безопасности населения России. Благодарю за внимание. Если есть ко мне какие-то вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Галина Петровна, а скажите, в данном случае, что люди делают, чтобы минимизировать? Потому что федеральный закон, это понятно, что я по ним принять, но и так далее, и так далее. Страмбанное радио как-то различное для того, чтобы минимизировать, допустим, потери, в результате которых заразает население? Что делать? А, делать, б, делать, третий вариант, и так далее. Алгоритм какой-то, понимаете, самый минимальный? Конечно, нужно разрабатывать минимальный алгоритм действий, как Вы сказали. Но эти действия, они должны служить доказательствами в уголовном судопроизводстве о данной категории дел. И для того, чтобы собирать доказательства, нужно прежде всего грамотно проводить замеры. Мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что люди проводят замеры у себя дома, для того, чтобы зафиксировать вот эти криминальные излучения. А замеры не принимаются правоохранительными органами в качестве доказательств. Правоохранительные органы требуют лицензии, сертификаты. И только тогда, возможно, будут рассматривать в качестве доказательств эти замеры. Но пока что еще нам не удалось создать такого прецедента по возбуждению уголовного дела. Хотя ряд постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись, так как на самом деле постановления выносятся незаконно, преступления совершаются с излучающим оружием. Но пока нам не удалось добиться возбуждения ни одного уголовного дела. Кроме того, что нужно провести правильно замеры, нужно собрать другие доказательства, в частности, медицинские доказательства. Лучше, чтобы это были клинические какие-то документы. То есть обязательно нужно сдавать кровь и другие анализы. В крови при излучении, как правило, повышен билирубин. Присутствуют другие металлы. Присутствуют различного рода, прошу прощения, металлы. Вот. И какие? Свинец, например. Кроме этого, потерпевшие мне присылали анализы с мышьяком. То есть мышьяк находили в крови, свинец. То есть различные. Нужно просить сделать анализ на, в общем-то, думается, на все виды металлов, какие вот существуют в таблице. А насколько достоверно, что это следствие излучения? Я могу судить только по своим исследованиям и по тем справкам потерпевших, которые присылаются мне. То есть с медиками я на эту тему не разговаривала. И сама я не медик. Более компетентно я вам по этому поводу ничего сказать не могу. Ярких примеров вы не можете привести. А? Ярких примеров вы не можете привести. Я зачитаю. Почему? Вот Никонова Людмила, вот Московский комитет экологии и жилища, Алла Яковлевна представитель здесь. Комитет экологии и жилища, все яркие примеры она приведет. Да, значит, вот там мы выложили видеоролик по Никоновой Людмиле, значит, которая демонстрировала свои телесные повреждения, причиненные ей оружием, поражающим излучением. И она же, в общем-то, предоставила вот мне лично для просмотра документы о повышенном билирубине в крови. Каждые полгода или один раз в год она ложится в больницу и чистит кровь. И, в общем-то, по ее мнению, это результат излучения. И вот такие примеры... А какого излучения, что у нее рядом с помощью, что у нее подвиска? То есть природа излучения? Природа излучения пока неизвестна. Куда бы она ни переезжала, все равно излучения проявляются. А когда ее тогда у нее есть? Нет, дело в том, что и у ребенка аналогичные телесные повреждения. После сна появляются. Именно после сна? Да. И потом для излучения, для оружия такого излучающего типа, характерны определенные телесные повреждения. Вот на сайте Московского комитета экологии, там тоже очень много выложено различных снимков и видеороликов, которые демонстрируют эти телесные повреждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова